Анатолий Гельфер. Есть ли сейчас в Украине достойные оппозиционеры? Ну, это не моя тема, выборы в Украине. Я стараюсь как можно меньше по этому поводу говорить. И давайте граждане Украины решат, сделают выбор. Но для меня самым существенным тестом является международный эксперт, которого Украина получила от Соединенных Штатов, чего там говорить, Михаил Саакашвили. Вот я бы доверял ему. Он не участвует в выборах, но как-то заявляет о своей позиции. И отношение к Михаилу Саакашвили, к его реформам, к тому, что он предлагал, тоже очень важно. А оппозиционеров должно быть много любой власти. Вон сегодня в Соединенных Штатах уже какие-то неприличные формы приобретает, так сказать, деятельность политической оппозиции. Представители демократической партии уже начались просто не нападки там в прессе, а нападки на улицах, там бедных этих детей избили. Здоровые мужики, которые поддерживали республиканскую партию Трампа. И тут же устроили кампанию о том, что дети избили этих мужиков. Оппозиционеров много, политических позиций много. Есть популисты, есть в Украине представители страны-агрессора, открыто действующие. То есть Петр Порошенко, который обещал иллюстрации, обещал отстранить от власти. Ну просто не оппозиционеров, а предателей. Вот. Он не выполнил свою задачу. Они активно действуют. Тоже оппозиция, но я бы ее не называл оппозицией, потому что целью у них борьба с любым, так сказать, проявлением независимой политики. Людей много, много интересных. Я, когда последний раз был в Украине, с некоторыми общался. Интересные взгляды и интересные попытки в формировании гражданского общества. Ну, даже на низовом уровне, с которыми власть борется, в общем, иногда не цивилизованным путем, с помощью спецслужб. Одно только вот обвинение против Вячеслава Краснова, очень типичного представителя гражданского общества, который призывал к блокаде Крыма, и которое невыгодно, олигархам выгодно торговать с агрессором, зарабатывать деньги. Что ж там непонятного. Вот тут же его назвали, там, не знаю, сотрудником ФСБ, там, обвинение от сотрудников КГБ бывших. Он получил обвинение в сотрудничестве с ФСБ. Политиков много, а Украина еще не в том состоянии, в котором находится Россия. Тенденции неприятные. Большое влияние спецслужб, использование администрации президента президентом. Механизмов пропагандистских кампаний. Борьба с оппонентами, не цивилизованная. Что такое выдворение Михаила Саакашвили, реформатора, с помощью спецслужб, с помощью силовиков, выдворение, лишение гражданства. Ну, это репрессии. Ну, они пока точечные, там, я назвал вот двоих, но я вижу по опрессии украинской, что это не единственный пример, к сожалению. Я очень надеюсь, что новый президент не ограничится только призывами к иллюстрациям. Начнет хоть в какой-то степени разбираться, что происходило последние четыре года в Украине. Это опасные тенденции, опасные явления. С этим надо разобраться. Как это могло возникнуть, что суды испытывали влияние, там, администрации президента, олигархов, близких президентов. Как это было возможно? Я думаю, проявится какое-то нецивилизованное. Нецивилизованное возможно проявится, а может и нет. Я рассчитываю, что нет. Какое-то нецивилизованное воздействие на выборы. Ну, пропагандисты, фабрики троллей, которые возникли в Украине, они действуют довольно активно. С этим надо разобрать. Как это было возможно? Как это возможно было, что контрпропагандистские структуры вдруг в течение, там, нескольких дней, пока выдворяли Михаила Саакашвили, превратились в пропагандистские, в тупых пропагандистов. Как это стало возможным, что спецслужбы Украины, которые должны быть независимы, силовые структуры, вдруг, неожиданно для самих граждан Украины, стали силовиками, ну вот почти как в России, которые поддерживают существующую власть, участвуют в политическом процессе. Это надо все расследовать, безусловно, исключить.